Или хочешь еще что-то спросить? Ну, у меня заготовлено парочка вопросов, но, в принципе, возможно, что мы в процессе ревью их рассмотрим. Ну, там посмотрим в конце уже. Хорошо. Как получится. Окей. Давай еще раз рассмотрим информацию. Так, это вторая сцена, это первая. Вот смотри, в целом, то, что я хотела сказать, что у тебя первая часть гораздо лучше проработана, чем, в принципе, вторая. Я думаю, что вторую ты уже делал в попыхах, потому что не успевал. Да, так и было, к сожалению. Потому что здесь есть и вкладки классической анимации, да, покадровой, то есть его вот эти вот щупальца, да, и глаза, и актинг более продуманный. А здесь уже начинается такая небольшая лажа, особенно в конце. То есть поначалу еще неплохо, сейчас вот дальше там совсем получается. Ну да, вот эта вторая часть, она скорее такая схематичная, вроде похожа на аниматик скорее, ну, такой он с твинами. Скорее, чтобы историю как-то дозакончить хотелось. Ну вот, на самом деле, то, что меня подкупило, то, что у тебя целая прям история, то есть целый мультик, то есть в любом случае это достойно похвалы, то, что обычно присылают какие-то кусочки анимации, да, у тебя, в общем-то, есть середина, начало и конец, да. Любая, даже 150-кадровая анимация должна какую-то историю у себя включать. У тебя все очень четко. На самом деле, весь твой мультик, я бы его сократила действительно до кадров 100-150, потому что очень много пауз, да, особенно во второй части, очень много моментов, которые очень замедленные, да, и можно заснуть, в принципе. Скажем, вот эта вот вся часть. Да, вот как раз. Можно сократить кадров до 20. Вот это все-все-все. То есть все твои 140 кадров, да, вот до этого момента можно сделать за 20. Потом, значит, ну, сейчас, если что, будем какие-то кусочки поправлять. Потом то, что получается, то есть, еще что получается, что если физически смотреть на твою картинку, да, то у тебя весь актинг происходит в нижней части экрана. То есть вся сцена занижена. То есть и фон, в принципе, не очень сочетается, да, с персонажем. Но я думаю, что ты просто так поставил. Сейчас, кстати, будем бороться. Но в любом случае, то есть хочется все взять и поднять, просто вот даже элементарно поставить его более хорошо в кадре, и уже будет лучше выглядеть сцена. Окей? То есть большинство вещей, это в первую очередь неправильное планирование, да, то есть неправильная постановка в целом, да, всей сцены. Вот. И, соответственно, из всего этого можно гораздо больше выжить. У тебя много материала, может быть, кадров будет физически меньше, но оно будет значительно интереснее. Окей? И некоторые моменты ты делаешь очень сложно. Я вот сейчас вот уже смотрю по построению твоей сцены, переборщил чересчур с построением, да, то есть вот эти вот все элементы. То есть у нас флэш, в общем-то, работает по системе матрешка внутри матрешки, так, для того, чтобы гораздо легче делать работу с камерой, так. А у тебя, получается, ничего невозможно сделать, потому что у тебя слой шейпа, слой мошен твина, да, и получается, что если мы начнем сейчас двигать, у нас все расползется. Окей? Теперь еще, ну, технически мы тоже сейчас с тобой поговорим в общем и в целом. Вот мы попробуем сейчас с тобой сделать из этого что-то более аккуратное. Окей? То есть все, любые элементы, некоторые ты делаешь чересчур сложно. То есть, скажем, вот в этой вот сцене наоборот, то есть сейчас я как бы в общем скажу, потом буду говорить более четко. То есть, скажем, вот здесь ты слишком много времени тратишь, например, на его там развороты, да, там на его, скажем, там те же самые щупальца. При этом, скажем, элемент такой, когда он вытаращивает глаза, ты его оставляешь без внимания, то есть ты делаешь его простым твинов. То есть там, где, скажем, не нужно тратить время, ты наоборот тратишь, а где нужно, ты тратишь. Окей? То есть это как бы, ну, вкратце минусы, да. То есть в общем-то, в общем и в целом, то, что я бы тебе посоветовала, это больше планировать свою работу. Не работать с болты, начиная просто так вот, да, с первого кадра, а посидеть, скажем, ну, чуть-чуть подольше, часик другой, подумать, вот какая у тебя задумка, я хочу сделать XYZ, как я могу самым простым способом это сделать. Тем более, когда ты работаешь во флеше, ну, флеш – это техническая программа, которая позволяет, в общем-то, гораздо проще делать многие вещи. И если знать, да, то есть правильно, логически знать, как это все внутри делается, то можно действительно сэкономить себе, да, не усложнять задачу. Так, окей, давай, значит, начнем, наверное, с этой сцены все-таки. То есть в общем и в целом флеш-аниматор, он всегда пытается сэкономить время, а сэкономить время только можно хорошим планированием, то есть только если ты заранее знаешь, что ты хочешь сделать, чтобы не прорисовывать лишние кадры. Окей, давай в первую очередь возьмем все и объединим сцену, окей? Потому что вообще во флеше работать без сцены – это очень плохо. Все кадры всегда должны заканчиваться на одном ключе, окей? Потому что если нет, то ты не сможешь вообще манипулировать слоями. Я буду как бы смешанно говорить, некоторые элементы будут технические говорить, некоторые элементы, скажем, с точки зрения режиссуры, да, то есть поправлять некогда. Угу, угу, хорошо. Система матрешки работает замечательно во флеше, когда ты объединяешь все в один общий план, делаешь себе заслоночку. То есть, чтобы ты понимал, да, где у тебя, в общем-то, камера заканчивается, а где начинается. Ставишь ее на гайд. Это больше организационные вопросы сцены, как работать. Окей, теперь ты видишь, где у тебя происходит и какой у тебя экран. Начинается история, значит, нашего Чебурикина. Теперь что получается? Мы первый раз видим твоего персонажа, мы с ним знакомимся, так? Мы не только с ним знакомимся, мы знакомимся, в общем и в целом, с твоей сценой, с новым миром, да, с новым там, с этим всеми планетой. Нужно дать зрителю некоторое время попривыкнуть. Окей? То есть, прежде чем ты начинаешь его заводить, мы оставим только вот это. Даже больше, скажем, кадров 35. И потихонечку начнем к этому приближаться. Теперь, как я и сказала, мы уже изначально подвинем сцену чуть-чуть выше. Теперь я не знаю, как у тебя там построен фон, можно ли его двигать. Давай мы сейчас по-простецкому его исправим. Окей, а потом ты, если что, дорисуешь. Хорошо. Так, значит, мы приближаемся к нашей сценке. Где-то вот до сюда. Окей? Зачем нам видеть все остальное? Посмотри, сколько пустого места у тебя в кадре. Нам абсолютно это не надо, тем более, что полностью первую часть твоего мультфильма мы видим только инопланетянина. Теперь, для того, чтобы это красиво двигалось, да, потому что сейчас оно очень генерно двигается, да, мы приближаемся к камерой. Сейчас вот здесь вот так вот посмотрим, это будет лучше видно. Она двигается очень резко, так, ведь очень обрубается остановка. То, что мы сделаем, мы дадим этому немножко и из и из аут, да, то есть чуть-чуть его замедлим в начале и в конце, да, как обычную камеру. Теперь отсюда уже может заходить наш чебурек. Теперь он тебя пока что, вот смотри, обрати внимание, сейчас это будет очень сильно видно, он у тебя стоит какое-то определенное время просто так. Опять же, для того, чтобы было интересно, зритель вообще он сам по себе, он очень любит подглядывать, да, то есть он как будто смотрит через замочную скважину. Поэтому мы всегда любим, скажем, внедриться в историю в середине действия. Поэтому, когда он у тебя в краешке, там в уголочке стоит, во-первых, его никто не заметит, пока его заметят, пока оторвут свои глаза от этого, пройдет какое-то количество миллисекунд, и ты потерял это живое время, да, твоя сцена. А во-вторых, если он будет уже сразу же в движении, в хорошем движении, нам будет интересно, он будет привлекать наше внимание, потому что до этого момента у нас все было статично. Поэтому вот эти вот все моменты, когда он у тебя стоял, 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 мы их просто убираем. Они нам абсолютно не нужны. Окей, то есть он отсюда будет заезжать. Вот так. Теперь заезжать он будет гораздо быстрее, потому что у тебя это все происходит очень медленно. Окей? То есть в фазе физически мне нужно этот кадр и вот этот кадр, да, чтобы он медленно заехал. Я посмотрю, как у тебя все построено там. Ой, качмар. Так, ладно, я буду делать то, что. Значит, смотри, то, что мы сейчас с тобой сделаем. Да, я просто буду удалять кадры и заносить его быстрее. Сцена. Мы сейчас запланируем красивый полет. он начинается отсюда и заканчивается вот здесь, да? Соответственно, здесь может влезть с замедлением. Раз, два, три, четыре кадра. Получается, мы даем вот этот. Это все удаляется. Вот этот. Да, видишь, я себе помогла немножко, нарисовала ключи, по которым я могу двигаться. Видишь, раз, два. Потом у нас вот этот. Вот он. и вот этот. Здесь может быть немножко замедление. Здесь мы дадим ему не по одному кадру, а по двое, чтобы не так резко было. Вот. Вот. дадим здесь ему статичные ключи. Окей, вот здесь немного грубовато. Здесь я хочу его замедлить чуть-чуть, больше. Грубовато движение. О, видишь, фактически у тебя там было кадров 40, наверное, да? То же самое, то, что ты сделал за 40 кадров, мы с тобой сделали буквально за 4 ключа. И выглядит граждан привлекательнее. То есть, скажем, после этого можно сделать здесь твин, как положено, да, более правильно, чтобы он красиво заехал. Теперь, получается, что еще у тебя, скажем, хорошего получается, что анимация – это как танец, да? То есть, у нее должен быть определенный ритм. Как в основном в танце происходит? Всегда быстрая сцена сменяется медленной, да, или медленная-быстрая. Теперь это то же самое. Ритм, он везде ритм. Скажем, если у тебя все время будет плавно и медленно все тянулся, зритель соскучится, уйдет. Поэтому мы часто очень даем сначала быстрые движения, а потом медленные. Комбинируем между ними. Это то, что мы сделали, да? То есть, он быстро зашел, а потом остановился. Таким образом, еще мы показываем, что он как будто бы шел куда-то быстро, а потом медленно остановился и обратил внимание на какой-то элемент. Окей? Угу. Хорошо. Теперь мне очень нравится идея того, что у него вытаращиваются глаза. Да, вот здесь вот, скажем, мы полностью движение ему оставляем. Но глаза не могут вытаращиваться так медленно, да? Если ты посмотришь старые мультфильмы «Луни Тунс», да, то есть картонный стиль, он всегда происходит быстро. Никогда не происходит движение медленно. Ты же не можешь представить себе, например, там, этого Тома, который будет на Джере медленно замахиваться молоком, медленно его бить. Все происходит очень быстро, так ведь? И это, в общем-то, то, что и здесь должно произойти. Поэтому движение может остаться то же самое, пока он как бы двигается, но глаза должны происходить очень быстро. И я бы сказала, где они у тебя есть? Не знаю. Там вот глаз один подписан, а второй... Вот они два глаза, да? Давай-ка. нас интересует вот этот ключ, да? Скажем, вот это мне нравится, да, вот этот баунс, он довольно симпатичный, только он будет происходить быстрее чуть-чуть, да, чем у тебя. Вот. А вот это вот все мы удалим. Мы оставим вот здесь все вот так. Вот это все у него глаза будут точно так же. Единственное, что он должен продолжать смотреть на свою добычу. Да, смотрит, 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 а потом они у него выпрыгивают. Теперь они у тебя очень сильно растянулись. В целом, и ты можешь увидеть, что нельзя так растягивать. Почему, допустим, твоя анимация не выглядит профессионально, да, то есть я знаю, что ты начинающий аниматор, потому что линии, допустим, они должны быть более четкие, то есть работа профессионального аниматора заключается в том, что он очень критичен к своей работе, да, то есть, скажем, толщина линии здесь и толщина линии здесь или толщина линии здесь, ты можешь видеть, что они просто прыгают в разные стороны. Окей? То есть это говорит о том, что ты неаккуратен в своей работе. Окей? Теперь, скажем, глаза, да, то есть есть какой-то определенный элемент, когда мы говорим про анимацию, да, то есть неважно, в какой программе ты это делаешь, будешь ты делать это во флеше или в Harmony или в фотошопе или рисовать на анимационном столе, не важна техника, важен принцип, да, то, чего мы пытаемся добиться. Теперь очень большая ошибка, вот, допустим, ты специфически анимировал во флеше, поэтому, говорит, буду говорить про флеш, большая ошибка флеш-аниматоров, что они слишком сильно позволяют программе вести себя, то есть ты позволил программе, потому что она может, ты сделал, но это не значит, что если программа может, мы можем так растягивать, понимаешь? Флеш уникальная программа тем, что в ней можно делать очень много вещей всяких, у нее фактически нету никаких ограничений, если ты технически знаешь, какие пользоваться, ты, в принципе, можешь гениальную анимацию делать, и никто никогда не скажет, что ты сделал ее в катаутс, она может выглядеть абсолютно классической, окей? Но если, скажем, у тебя в голове есть картинка, которую ты хочешь добиться, никто никогда не определит, в какой программе я анимировала, в Harmony или во флеше, потому что картинка везде будет одинаковая, окей? И, соответственно, то, что я знаю, что это сделано во флеше, потому что во флеше можно так растягивать, да? Вот, соответственно, что у нас получается? Если я хочу вытаращенные глаза, то я должен изначально понимать, чего я хочу добиться, какого-то красивого рисунка, окей? Соответственно, я должен прийти к этому, я не могу использовать те же самые глаза, тем более, что я их настолько скью, да, сделала, растянула их так сильно. То есть, вообще, я бы тебе посоветовала поставить себя как закон, да, никогда не растягивая объекты, символы больше, чем на 30%. И если ты растягиваешь больше, это значит, ты уже насилуешь программу, окей? Соответственно, я просто возьму здесь и создам себе новый ключ, да, новый символ, новый ключ, все что угодно, который будет выглядеть абсолютно по-другому. Во-первых, это мне поможет и с моей линией, я воспользуюсь твоим зрачком, но больше из этого я ничего не возьму. Окей? Ты еще и покрасил его, что ли? А, ну там градиент накинут. Теперь вот смотри, изначально у тебя весь твой символ построен отвратительнейше. Почему? Потому что, когда я создаю элементарно новый символ, он должен быть прямым. Посмотри, я поставила зрачок на твой таймлайн, да, там, моего этого осьминога, и получается, что первый, даже вот самый первый элемент, который я ставлю сюда, он у меня его уже кривит. Понимаешь? То есть, когда я ставлю сюда объект, он мне его не ставит по прямой. Это говорит о том, что у тебя все символы нарушены. То есть, всегда стараясь работать сто процентов, все символы в твоем флеше должны быть сто процентов, не уменьшая, не увеличивая их. Это, во-первых, даст тебе гораздо меньше проблем потом, когда ты будешь рендерить для чего бы то ни было. А, во-вторых, не будет вот таких вот элементов возникать, да, потому что у тебя все очень искривлено само по себе. Я сейчас должна очень тяжело работать, чтобы найти правильное положение, красивое этой коробочке, да, для своего глаза. Теперь старайся, если, допустим, у тебя есть проблемы с линиями, а у тебя есть, то есть, у тебя еще недостаточно хорошо поставлена рука с точки звенья линии, старайся работать карандашом. Ты можешь точно так же использовать элемент какой-то, как начало, да, какой-то геометричный, графический, а потом ты можешь его видоизменять по то, что тебе нужно, никогда не оставляя его технически. Потому что если ты оставишь его так, как тебе сделал круг программу, оно так и будет выглядеть программно. Окей, у тебя должно быть, как бы, любую вещь, которую ты создаешь, у тебя должно быть, как бы, ощущение, что ты ее потрогал, ты ее изменил под то, что тебе необходимо. После этого ты можешь ее разбить, если надо, имеется в виду даже линию, она у тебя может превратиться в кисточку, если очень хочется. Окей. Ну, вот у нас получается глазик. Теперь, что у нас дальше происходит с этим глазом? Слушай, она у нас очень криво все это дело создает, из-за того, что у тебя изначально символ твой один не стоит хорошо. Неважно, сейчас мы с этим справимся. Окей, один глаз и второй глаз. Да, дальний глаз будет чуть-чуть поменьше, я его уменьшаю. Теперь, момент, когда у меня начинают появляться глаза. То есть любая вещь, которая происходит быстро, мы должны подготовить зрителя к тому, что сейчас будет что-то происходить. Поэтому мы возьмем эти два глазика, немножко их растянем. Показывает о том, что что-то сейчас произойдет. Еще зритель не знает что, но понимает, что это явно будет с глазами. Дадим этому замедление. Дальше у нас появляются этих два глаза. Теперь они появляются, продолжая движение вперед. Соответственно, мы можем сделать сначала, как бы, вернуть их к этому положению глаза, да, то есть как будто бы они пришли отсюда, видоизменив их немного, но не сильно, да, мы помним, что Ира говорила, не больше 30%. Теперь движение будет недостаточно картонное, да, для того, чтобы картонное движение, потому что ты же здесь делаешь очень картонную анимацию, она должна быть все время на грани, все время преувеличенная. И она все время должна быть прыгающей, да, то есть в основном, чем отличается картонная анимация, что у любых объектов у них нет веса. А если у них нет веса, они будут как резиночка прыгать все время, да. Соответственно, мы сделаем ему баунс моим глазам. То есть они пройдут дальше, растянутся больше, чем нужно, на секундочку, но тоже не чересчур, не переборщив, вернутся назад, вот в этот ключ, и потом только встанут сюда. Окей, сейчас, ну, то, что у тебя там происходит. Подвинем, чтобы она нам не мешала. Окей. Понятно, что я сделала? Да, понятно. Вот, теперь, сейчас, в общем-то, движение меня устраивает, но меня не устраивает тайминг, да, то есть тайминг имеется в виду, что он очень равномерно, да, все эти три части очень равномерно происходят. Я хочу, чтобы это происходило значительно сильнее. То есть я здесь делаю ускорение, а потом я сделаю медленную остановку. Так, мы, я помню, что после каждого движения, которое быстро, обязательно должно произойти медленное движение. И этому я тоже должна дать замедление, ускорение в конце. И у нас получается что-то вот такое. Окей? Мы можем чуточку больше преувеличить здесь глазки и добавить еще один элемент, который сделает нашу анимацию еще более красивой. Да, воспользуемся твоим красивым зрачком. То есть, как я и сказала, нам нужно все делать на грани, да, чтобы любая анимация выглядела, как будто она очень преувеличенная. А, соответственно, когда у нас сильно вытянутся глаза, что у нас получится? Теперь, что у нас получится? У нас получится, что зрачок на какое-то время останется на месте. Это коня. Спасибо. Сейчас мы его чуточку сделаем получше. И наводим этому чуть-чуть альфы. Продолжение следует... можем даже сделать еще более интересно можем дать этому здесь чуть чуть больше времени то что будет здесь то глаза будут двигаться дальше чем мы не можем преувеличить сам глаз мы можем поиграться с зрачком скажем нет 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 Спасибо. Так, здесь мы сделаем небольшое замедление. Окей, уже значительно лучше. Теперь вот здесь вот нам нужно создать анимацию, да? У нас есть продвижение этих глаз вперед. И, соответственно, то, что мы сделаем, для того, чтобы мы не сильно парились, мы можем использовать твин флэша. Так ведь? Можем взять раз, два, два и три. И они у нас приходят вот сюда. И у нас будет красивая анимация. Да, то есть это, считай, умное использование флэш-программы. Это будет вот этим четвертым. Так, так, так. Так, а это выходит вот отсюда. И мы сделаем их еще чуть-чуть идущими вперед. И здесь нам нужно дублировать глаза. Окей? Смотри. Окей? Прикольно. Вот. Таким образом, с глазами мы разобрались. Теперь они могут вернуться так, как сделал их ты. Ты, да, то есть вот с этого кадра начинаю. Потому что то, что у тебя здесь получилось, мне в целом нравится. Окей. Давай посмотрим. Окей. Теперь вот здесь, вот смотри, что получается. У нас он вылазит, да, из кадра. Угу. Теперь что мы можем сделать? Значит, пока он идет вот сюда, мы следим за ним. Теперь как только он выходит из середины сцены кадра, мы начинаем наблюдать за ним. Да, то есть физически камера двигается за ним. Угу. Медленно и аккуратно, но она продолжает следить за ним. Мы как будто бы зритель, который поворачивает голову. Окей? До. Сих. Медленно так. Окей? Теперь то, что он у тебя дальше вот сюда убегает, это уже не нужно, да. То есть после того, как у него глазеньки вылупились, да, вот где-то вот здесь, мы хотим оставить его на том же самом месте. То есть он у тебя физически потом все равно возвращается в тот же самый почти кадр. Так ведь? Угу. Видишь? Соответственно, то, что мы сделаем, мы его начнем двигать вот отсюда. Вот. Где-то у нас толстся 165-й. Здесь мы сделаем 162-й. Теперь вот здесь мне нравится вот это вот замедление, но его недостаточно. Да, вместо вот этих вот всех кадриков, которые у тебя здесь, я хочу еще одно замедление. Да, перед тем, перед марш-броском, перед тем, как его выкинет вверх. Поэтому то, что мне нужно, мне нужно, чтобы он прошел еще дальше, еще больше растянулся. Окей? И то же самое здесь. Задерживаю движение перед тем, как он начнет двигаться вверх. Еще немножко. Остановочку. Теперь вот здесь мне очень нравится, как он идет вниз. Мне недостаточно того, что он делает. Я хочу еще замедлить это движение, а потом пустить его вверх. Вот, сейчас хорошо. Вот здесь вот только, чтобы он щупальцами не шевелил. Видишь? Угу. Теперь, когда он прыгает вот тут, мне нравится, что ты его так сильно растягиваешь. Опять же, да, он наоборот, он здесь будет наиболее походить на себя. Да, и где-то вот в этом кадре он действительно замедлится, и замедлится значительно больше, чем сделал ты. Да, и затормозит. Раз. Здесь этого всего не будет. Окей. Я его пока поставлю на сингл фрейм, потому что я не услежу за тем, что у тебя там происходит. Мне очень нравится вот разворот, который у тебя тут начинается. Поэтому можно было бы потом его развернуть, да, очень плавно и красиво. Теперь, пока он здесь будет опускаться, он приблизительно вот с этого места начнет сначала медленно опускаться. Да? Подумай, что он сначала начинает медленно опускаться по направлению, как будто бы он в свободном падении. Потому что, когда мы прыгаем наверху, мы как будто в свободном падении. А потом мы резко падаем туда, куда мы хотим прийти. И когда мы падаем, мы сначала должны пройти вниз, так ведь? По инерции, продолжая движение. Ну, что-то вроде овершюта получится. Ну, как бы... Да. Потом поднимемся назад, но не остановимся, как куклы, посредине, а продолжим свое движение вверх. Конечно. То есть смотри, что у нас получилось. Первую сценку мы с тобой, в общем-то, поправили. Теперь вот здесь, когда он прыгает, да, камера будет продолжать двигаться вместе с ним, потому что мы же уже начали следить за ним, да, то есть мы перестроились из статичного положения. Как только мы настраиваемся на какой бы то ни было объект, мы следим за ним, да, как заметим, например, косулю среди деревьев, мы начинаем следить за ним. То же самое и здесь. Окей, мы отслеживаем его. Соответственно, камера должна двигаться в унисон ему. Как будто бы он почти всегда остается для нас на месте, да? Двигается только фон сзади. То есть мы все время пытаемся его централизовать. Да, и скорее всего, камера становится значительно медленнее, чем останавливается он. Чуть-чуть продолжая свое движение вниз. Ну вот. Окей? Да, круто. Ну, первую часть мы с тобой проверили, теперь смотри, у нас осталось не так много времени, ты хочешь продолжать или ты хочешь спросить какие-то вопросы? Ну вот у меня как раз-таки вопрос был по поводу гэгов. Хотелось бы узнать вот сколько, ну примерно, грубо говоря, кадров или как вот подготовить зрителя на преувеличенную позу. Потому что вот у меня все получается очень медленно, ну вот как вы видите. Я не знаю, почему так происходит, некоторые сцены, правда, вот если я что-то для себя делаю, приходится ускорять. То есть у меня как-то вот получается так, что я хочу подготовить зрителя, но это выходит в такое, блин... Смотри, я вижу, что у тебя определенная любовь к картонной анимации, да? Да, это так. Для того, чтобы делать картонную анимацию, ты должен изучать ее досконально, да, смотреть и открывать мультфильмы Тома Джерри. Теперь, если ты внимательно посмотришь на геги Тома Джерри, то у них происходит определенная штука. Вот смотри, сейчас я посмотрю, что у меня есть из скачанных картонных анимаций сейчас. Обычные лунитунские какие-нибудь. Угу. Вот Барни. Окей. Качество, конечно, не ахти, но сейчас мы увидим. Во-первых, ты можешь увидеть, да, что камера движется резко физически, то, что мы с тобой сейчас сделали, да? Угу. Вот. Теперь вот смотри, например, его удар, падение, да? Значит, смотри, что это хороший пример. Например, значит, нам нужно сделать так, чтобы зритель подготовился к тому, что следующая шутка, что он подпрыгивает вверх, да, то есть он там их зовет или еще что-то, да, и он подпрыгивает вверх. Теперь, смотри, здесь камера за ним не следит, они здесь обрезали камеру, но все равно можно увидеть то, что они делают. То есть для того, чтобы подготовить зрителя, мы не можем сразу его подкинуть вверх, потому что зритель не заметит этого. Он заметит, что что-то двинулось, он начал, скажем, вот смотри, вот сейчас твой индейец, да, смотрит вот туда. Соответственно, на автомате зритель свое внимание сосредотачивает здесь, потому что он думает, что что-то придет оттуда, так ведь? Поэтому мы не сосредоточены на индейце или на бане, и когда он будет подниматься вверх, если сразу же следующий кадр, мы покажем ему и ноги здесь, никто не заметит, что он двинулся. Поэтому нужно подготовить зрителя. Поэтому смотри, что они делают. Они сначала его сжимают, да, несколько кадров. У тебя здесь четыре кадра, пока он сжимается, так? Потом они начинают его видоизменять, но еще не подкидывают наверх. Посмотри. Раз поза, два поза, три поза. И только на четвертой позе он начинает подниматься вверх. Они анимируют каждые два кадра. Соответственно, у тебя здесь приблизительно восемь кадров и плюс четыре, десять кадров, прежде чем у тебя вообще что-то начало подниматься. Это одна четвертая, вообще, как бы, семь кадров – это одна четвертая миллисекунды. Это минимум, то, что необходимо для того, чтобы что бы то ни было заметить. Это то, что нам берет время перевести взгляд откуда бы то ни было, куда бы то ни было. Поэтому пока он здесь сжимался, пересжимался, зритель как раз перевел взгляд на него. Теперь он выходит из сцены. Но дело в том, что недостаточно перевести взгляд. Ты только перевел взгляд, ты еще не понял, что там происходит. Нужно еще дать зрителю еще несколько миллисекунд осознать то, что произошло. Теперь как это можно сделать? Твоего индейца уже не отсценивают, только ноги торчат. Соответственно, нужно оставить после индейца какой-то элемент, на котором зритель может сосредоточить свое внимание. В данном случае это... Что это? Бакс Банин, не знаю, что это. Нет, звезды. А, звезды, да, да, да. Ну, они тут очень такие заметные. То есть, это могут быть звезды, могут быть линии, да, когда так вот чиркают линии, да, вот у тебя здесь даже есть немножко размытых линий. Это могут быть птички летающие, да, вокруг головы. Это может быть дым, остающийся после движения персонажа. Это может быть поднятая земля, которая постепенно успокаивается. Или если он быстро убежал, там могут быть какие-то листики, да, которые успокаиваются. Соответственно, какой-то элемент, который позволяет зрителю понять, да, то есть осознать сценку. То есть, это кажется, что это, знаешь, буквально это же минорные вещи, но на самом деле каждый кадр имеет значение. То есть, раньше, например, вот в свое время, когда Кока-Кола только начинала, было такое понятие 26-й кадр. 26-й или 25-й, в зависимости от времени. 25-й, да. Слышал про это? Да, ну, то, что на подсознание действует, там, вставляя лишний кадр, с призывом покупать, к примеру, какой-то, ну, если Кока-Кола, то Кока-Колу покупать. Ну, в общем. Да, 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 да. Это фактически они работали на том, что придумал Дисней, да, ведь? То есть, на этом одном кадре, который мы не замечаем, но он нам сглаживает, да, что-то или откладывает что-то в памяти. Поэтому в любой кадр, вот в движении картун, то, что очень важно, да, это ограниченная анимация, но не в плане того, что мы ее знаем как ограниченную анимацию, а больше в плане того, что с минимум инструментов мы делаем максимум. И, соответственно, каждый кадр, каждое движение, каждая линия, каждая полоска, у нее есть свое значение. И вот, посмотри, тебе здесь сдают, вон аж сколько кадров, да, эти звезды у тебя здесь. То есть, они не прорисовывают каждый ключ, потому что это ограниченная анимация. Но у тебя здесь звезды появляются и исчезают, то есть, они появляются еще заранее, до того, как он начинает идти вверх. Но они еще какое-то время остаются, да, ведь, пока еще ноги торчат. То есть, у тебя здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть кадров. Они, может быть, не прорисованные, но они имеются. Дальше это то, что мы сделали сейчас с твоим, в общем-то, инопланетянином, да, то есть, момент, когда у тебя кадр пустой, что нам нужно ознакомиться с новой ситуацией. Мы не были в этой сфере, да, мы не знаем, что это за палка такая тут торчит. Поэтому тебе дается здесь, смотри, раз, два, три, четыре, только четыре кадра, чтобы ты познакомился с новой сценкой. Только на пятом кадре у тебя начинает появляться индейец. После того, как он залетает, вот то же самое, что мы делали с глазами, да, мы его размываем немножко, это называется смир, есть такое понятие в анимации. Эквивалент того, что было снизу, обязательно должно быть здесь, чтобы мы понимали, что это то же самое движение, да? Теперь сама, сам акт произошел очень быстро, он произошел за несколько кадров, смотри, раз, два, три кадра, он уже ударился в палку. Теперь, по идее, он должен сразу же падать вниз, так, ведь сила притяжения его притянет. Но это картонная анимация, как я и сказала, ни у чего нету веса. Вес отсутствует у картонных персонажей. Поэтому то, что они делают, они физически дают зрителю осознать ситуацию, да, то есть они делают, я понимаю, что ты знаешь, что такое антисипейшн и оверлап, да? Соответственно, у тебя здесь овершют и оверлап в движении, да, то есть он проходит дальше, чем нужно, вместе с палкой, видишь? Да. Возвращается назад, да, и только потом начинает падать, то есть у тебя здесь три кадра движения, но овершютинг у тебя здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть кадров. Седьмой кадр, он начинает падать вниз, понимаешь? Да, да. То есть фактически у нас с тобой произошло, вот давай проанализируем, у нас с тобой произошел подъем наверх, да, у тебя была сценка, с которой он стоял внизу и поднялся наверх. У нас с тобой получилось, там было, значит, четыре кадра, он сжимался, да, потом шесть кадров, он просто стоял на месте, готовился к движению, да, потом произошел акт, за три ключа он поднялся к ветке, то есть вот здесь у тебя ветка, да, поднялся к ветке, замедлился здесь еще на шесть кадров, да, и только потом опустился вниз. То есть физически это anticipation, то есть я не буду объяснять, потому что ты знаешь, что это, да, это overshoot, overlap, да, а вот это акт. То есть фактически у тебя здесь достаточно кадров для обычного движения, у тебя здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать кадров. Человек, поверь мне, успеет подняться наверх или упасть, да, в данном случае эквивалент падения, да, будет, за это количество кадров. Просто единственное, когда у тебя будет реалистичное движение, у тебя тайминг будет растянут, все эти семнадцать кадров будут очень равномерны, понимаешь? И у тебя будет движение поделено на три, тоже равномерно, у тебя будет anticipation, который по количеству кадров равен акту и равен overshoot, так? Просто то, что сделал картун, он сжал это все до трех кадров, понимаешь? Здесь у тебя будет больше, чем три кадра, как минимум шесть у тебя будет, понимаешь? Потому что у тебя количество времени, которое у тебя возьмет overshoot, anticipation и акт в реалистичной анимации, будет точно такой же, как и в картунинге. Просто overshooting и anticipation будут занимать большее количество кадров, чем здесь, понимаешь? То есть его физически, как гармошку сжали этот акт. Потому что если семнадцать мы поделим на три, ну, восемнадцать на три – шесть, да, то есть у тебя будет здесь шесть кадров, здесь шесть кадров и здесь шесть кадров. Окей? Шесть, шесть, шесть. В картунинге тебе здесь дают три, что позволяет эти три кадра распихать сюда, да? То есть, соответственно, здесь у тебя может быть восемь, например, а здесь у тебя остается еще один кадр, скажем, семь, да? Да? Нет? Неправильная математика. Семь из семь. Ну, и в математике я слаба, да. Да. Но дело в том, что понял разницу? Да, понял. Ну, то, что справа, это похоже на захват движения, когда, ну, вот мы видим там, к примеру, делают 3D-анимацию, когда актеры делают захват, то есть, ну, похоже, но это как равномерное движение у него после на видео, если просматривать. Физически никогда, то есть, мы можем секундомером измерять движения реалистичные, да? То есть, реалистичное движение от картунинга будет отличаться только спейсингом и таймингом, да? Но количество кадров, что здесь 17, что здесь 17. Окей? Да. Ну, вот как-то так. Надеюсь, тебе было со мной интересно. Очень интересно, спасибо вам огромное. Пожалуйста, ну, давай тогда жду твоих будущих остальных. Хорошо, спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.